В этом видео хочу вам показать необычный способ оформления обвязки шапки и ушанки на вязальной машине. В прошлом видео мы с вами провязали готовое полотно, шапка готова, осталось ее оформить. При помощи линейки определяете точное количество сантиметров в каждой части нашей ушанки, от края до начала козырька. Записывайте в схему. Есть петельная проба, по ней определяете количество петель в каждом сантиметре и делаем самый простой расчет. Умножаем сантиметры на петли. В итоге мы получаем, что вся планка от края шапки до козырька у нас занимает 119 петель. Провязываем обвязку. 119 игл, 8-10 рядов в зависимости от того, насколько широкую обвязку вы хотите видеть на вашей ушанке. И теперь на вязальной машинке ставите метки в соответствии с той схемой, которую мы с вами только что нарисовали. 5 игл, 14 игл, 13 и оставшиеся 16. Это поможет нам не потеряться и правильно оформить обвязку по каждой части шапки. Надеваем ушанку на иглы, но не таким способом, как мы привыкли, а наоборот так, что у нас изделие оказывается над иголками на вязальной машине. Этот способ требует небольшого навыка и привыкания. Надевайте сначала края, потом середину, распределяйте равномерно и после того, как вы надели полотно, надевайте сверху либо петли, либо обвивы обвязки, которые у вас находятся в нижней части полотна. Остается только закрыть петли. Закрываете петли через все три слоя вязания обычной косичкой. Самое традиционное. Самое главное не затягивать петли при закрытии, тогда у вас будет очень хорошее, аккуратное и ровное соединение. Закрыли первую часть, первую, вторую. Надеваем следующую. Сначала края, потом серединка. Распределяете равномерно. Сверху надеваете петли обвязки и закрываете косичкой. Если вам такой способ понравился, он для вас необычный, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Если вы потеряете наш канал, вы просто не вспомните, как выполняется такой интересный, замечательный способ обвязки, который можно применять не только на ушанке, но и на любом вязаном изделии. Обвязка позволяет оформить край любого изделия. По контуру заканчиваете одну сторону ушанки и выполняете то же самое с другой стороны и также оформляете козырек. У нас получается три этапа. В следующий раз я вам покажу четыре необычных способа оформления макушки для шапки-ушанки. Поэтому не потеряйте наш канал, поставьте лайк и подпишитесь на канал Изба Вязальня.